У меня очень плохие новости для моих хейтеров. У меня начало получаться! Ребята, всем привет! Я очень извиняюсь за то, что выпуск вышел аж через неделю. Честно говоря, было очень много на этой неделе и работы, и обучения по работе. Поэтому не получилось записать раньше. Но зато к этому выпуску я решил постараться, чтобы вам было интересно, чтобы вы видели какую-то прогрессию. То есть я прошел 3 или 4 миссии. У меня получилось за это время набрать всего лишь около 6 единиц пробуждения. Герои уже прокачаны. Сейчас я вам покажу, что из них получилось. И, соответственно, мы идем сегодня на двух боссов. Сразу же на двух. Так что те, кто говорили, что мне придется сражаться в финальной битве с боссом главным и с еще 6, мне кажется, вы ошибались. Но посмотрим. Так что желаю всем приятного просмотра. Мы начинаем. Сегодня у меня хорошее настроение, поэтому решил записать с веб-камеры. Возможно, надо добавить немножечко живости этому видео. Надеюсь, так и будет. Что ж, смотрите, что у меня получилось между миссиями. Первое, что я добился, это то, что у меня появился сервитов 2 уровня. Это немаловажно. Кроме того, герой. Смотрите, у нас герой, который уже был ранее, это воин ближнебойный. Он остался плюс-минус такой же. То есть тут, в принципе, никаких серьезных изменений по специализациям. То есть я не качал пока что последнюю перку, потому что, мне кажется, она испортит его эффективность. Потому что без оружия дальнего боя, честно говоря, будет очень сильно ущемляться его возможность наносить урон. Все-таки он у меня больше на урон, поэтому я еще планирую его закачивать. Что касается второго героя. Это герой, который у нас с упором на фарм. Только, нет, нет, это не тот. Этот герой у нас с упором на хил. Я уже практически закачал его. То есть, соответственно, у него появилась возможность быстрее перезаряжать когти. Также восстанавливать ОЗ. А на последнем уровне можно будет восстановить всем максимальное ОЗ. Это очень круто, потому что можно будет в конце любой миссии использовать эту перочку. И таким образом выйти из миссии с максимально сэкономленным Черным Камнем. Я уже молчу про то, насколько это эффективно в процессе битвы. Короче говоря, это очень сильная вещь. По вещам, в целом, ничего такого серьезного не поменялось. Единственное, что появилась такая вот пушка. Друговое оружие. Достаточно полезное. Она позволяет в линию нанести урон. То есть, соответственно, если там куча трупов лежит, можно выйти и сразу же одной дичкой всех убить. Неплохая вещь. В остальном, из интересного этого героя, больше такого чего-то, наверное, выдающегося нету. Все плюс-минус. Единственное, что у него целительный коготь уже сильнее. Поэтому он выхиливает 4-6 с перезарядкой в один ход. То есть, он просто хиляет неудержимо. Это очень классно. И последний герой у нас вот этот. Это который у нас с упором на лекс-механика. Я его практически докачал. Осталось немножечко. Он уже может... Первый, перезарядка сканера сокращается. Честно говоря, я это еще пока не использую. И также он получает очки познания после убийства цели. И, кроме того, по оружию у него плюс-минус то же самое. Но появилась новая пушка, вот такая вот, которая пробивает любую броню. В общем... И вот такая еще штука. В общем, герои, честно говоря, максимально заряженные. Я думаю, что они и раньше были достаточно боевые, чтобы биться с первым боссом. Но теперь они стали еще более боевые. У нас есть вот такой вот парень Каптриса. Он нам дает миссии на боссов. То есть, мы уже можем пойти либо на Экрописа, либо на Агролеха. Агролех у нас по порядку первый. Поэтому будем по порядку их убивать. Сегодня убиваем этих двоих. После этого пойду на миссию, чтобы получить еще одного Телехноя Жреца. Мне кажется, хороший план. Поэтому поехали. В Скитарии обнаружили погибальную залу Адмирала Пустоты Агролеха. Первый Герметикон Каптриса рекомендуют отправить к Горту, чтобы ликвидировать лордонекронов и тем самым нанести серьезный удар всем некронам в гробнице Агролеха. Конечно же, поехали. Из интересного у меня также появились еще достаточно мощные песни, гимны. Тут есть и пробивание армора, и очень много всего разного интересного. И хилы на 15. В общем, много всего классного. Но в целом, учитывая, как у меня развиваются дела, я думаю, что на босса лучше всего взять вот эту такую штуку. Следующие 6 атак пробивают любую броню. Это имба. При этом еще у нас есть куча ЛПшки. У меня уже шкала ЛПшки это 7 единиц, что очень сильно. Берем трех бойцов. Берем, конечно, сервисторчика базового, потому что он уже даже немножечко более живучий. И я думаю, на босса будет целесообразно взять какого-то стрелка, чтобы он пробивал арморчик. И на оставшиеся поинты, я бы сказал, наверное, будет иметь смысл еще взять вот такого героя, потому что он пробегает атаки по возможности. И может, я так полагаю, достичь как-то быстро какой-то цели и привязаться к какому-то стрелку, чтобы он нам не мешал. Вот так вот делаем. Сделаем 30 поинтов, все в целом терпимо. Терпимо усаживаемся. Подтвердить местоположение у города Агролеха. Разведка Скитария получила частичные снимки объекта. Наши исследования свидетельствуют в том, что Агролех командовал флотами некронов. Его роль в пробуждении сильвы тени обриспонятна. Разглавить военный флот и расширить сферу влияния некронов. Результат неприемлем. Решение неоспоримо. Соглушусь, первый герметикон. Он уже однажды нас перетитрил. Довольно. Мы должны его уничтожить. Отправляйте Сокольничек. Уводите собак. Охота начинается. Охота начинается. Да. Мне кажется, что первый босс будет, наверное, у него не очень сложный. Но посмотрим. Мы уже с ним стыкались. Не знаю, будет ли эта стычка в том же месте или нет. Потому что изформДжеев писал, что он убил его еще в первой миссии. Это достаточно круто. Так, я здесь себя сдвину, чтобы можно было видеть. Шкалу, конечно же, это будет удобно. Так, после прошлой встречи с Агролехом мы многому научились. Но мы все хорошо знаем, что без упорной борьбы он не сдастся. Расчет показывает, что риск оправдан субномерс. Ой, я соглашусь, что Агролех достойная цель. Просто я думаю, что многие солдаты не вернутся с этого здания. Потеря в живой силе и технике останавливаются как приемлемые. Я так и передам людям, которые будут рисковать жизнью. Не должно собраться сигналы охотничьего рога. Погода начинается. Приготовьтесь к уничтожению Агролеха. Максимум пафоса. Так, ну видно, что миссия у нас очень длинная. Мы здесь, наверное, накопим себе порядка 6 или 7 уровней пробуждения границы. Если может повезет, конечно, меньше. Но я готовлюсь к худшему. Поэтому закладываем сразу же, что на всех боссов нам потребует... Сколько их там? 6, по-моему. По 5% 6 на каждого. То есть плюс-минус 30% нам потребуется на них. Соответственно, понимаем, что на миссии осталось у нас порядка 30%. Но мне кажется, это достаточно. У меня уже 3 бойца боевых. Если добрать еще 4 или 5, то мне кажется, уже будет просто развал. Капитальный развал. На этом участке рубницы Агролеха целит вечный непроглядный мрак. Здесь не просто нет света. Переменьчивый уровень радиации не позволяет Когорте отрегулировать оптические агументы. Осетительные приборы бойцов не могут загнать естественную тьму. Придется идти вслепую. Можно обойти. Можно смело шагнуть. Или осторожно пройти. Честно говоря, осторожно пройти в темноте. Это такая себе тема. Отвака тоже такая себе тема. Наверное, лучше обойти. Мы потеряем что-то. А, мы даже не... Я думал, честно говоря, наберется не ваш корень пробуждения. Но это хороший исход получился. Очень даже хороший. Нас обнаружили. Это понятно. Давайте собирать казначки. Что у нас тут? Сима. Вот этот, по-моему, отвечает за черные камни. Поэтому мы его и берем. Даже если все закончится плохо в плане пробуждения, у нас будет много черных камней. И, соответственно, партия будет достаточно боевая. С такой партией можно будет делать дела. И во второй точке у нас вот такая есть позиция. Позволяет еще немножечко пофармить ОП. Это очень хорошо. Это базовый линейный альфа-шрифт. В России шесть некронских языков. Конечно, он не так прост, но у нас есть несколько образцов. И, пожалуй, я смогу перевести часть текста, если получу хорошие снимки. Так, в этом зале множество блестящих черных плит выложено по округам возле статуи некрона-разрушителя, который вооружен подобием косы. Плиты покрыты тысячами некронских рун. Так, нам предложили передать ему снимки, поэтому, я думаю, на этом сфокусируемся. Как он просил. Это философский текст. Согласно ворду Аргарлеху, если звезды не покорятся некроном, они не должны достаться никому. Жажда абсолютного разрушения. Уничтожение всего живого. Они улавливают многих тонкостей, но не думаю, что в них стоит разбираться. Мы уже зафармили ОПшки, просто как, не знаю что. У нас уже очень много ОПшки, это круто. Полная полоска. Это хороший задел для босса. Видимо, про такого реанимации пробудили скоробеев, и те продолжили изготавливать статую, согласно заложенной программе. Усыпальницы некронов завалены их изображениями, но им все мало. Этот зал мастерская. Посреди него лежит большая плита из лесячего металла, в которой угадываются черты некрона. Возможно, это будущее извояния лорда Аргарлеха. По плите смоют механические скоробеи. Они потихоньку выгрызают лишний металл, продолжая творить изображение повелителя. Так, ну тут надо взорвать, реквизировать. Давайте реквизировать будем. О, слушайте, так мы еще и с этого получили поинты. Вообще круто. Я, честно говоря, ожидаю в таких случаях, что обычно будет, ну что-то более-менее плохое, а оказывается, еще и порой случаются хорошие вещи. Бывает и так. Это солдаты из 7-й, 16-ти личной когорты Мандибула Гамма. Они ушли всего 59 минут назад. Несколько трупов, по-видимому, скитарии, углодившие в подмассированный огонь из гауссовых оружий. Прагматизм. Забрать ресурсы? Ну, некрасиво, неправильно это. Любопытство. Опека. Давайте опеку сделаем. Ворогов инициатива увеличивается. Ну, ничего страшного. То есть мы заваливаем, некронам придется постараться, чтобы пасть внутрь. Но это потратило время, поэтому инициатива у врагов будет выше. Инициатива у врагов, конечно, на самом деле, это серьезная штука. Все равно если у босса. Потому что мы не сможем реализовать то, что задумали, прежде чем он походит. Но, что поделать. Объект подтвержден. Регистрирую пиковые сычки энергии. Действует Кодринатор. У нас заверись паразиты. Насекомых следует истребить. Этот проклятый некрон наблюдает знамя от самого входа в гробницу. Он был готов к нашему приходу. Приятнее загонять дичь, которая знает, что за ней идет охота. Формулирую целевые решения. Начнем травлю. Я пробудился в окружении этих местных вредителей. Отложим покорение звезд на завтра. Сегодня мы должны очистить наш дом в грязи. Эмуара инквизитора Бранта, глава 87. Из всех ужаснейших созданий, предстал я перед господином их и понял, что погиб. Магас мы здесь уже бывали, но теперь мы лучше подготовлены. Что прикажете? Так. В этом дале возвышается огромное извояние лорда Агролеха. Его окружают изображения боевых флотилий и некронов, которые покорят галактику. Нужно защитить душу или подойти. Ну, честно говоря, мне кажется, ближний бой хорошая идея. С моей партией. В своем фанатичном рвении их сына Марса с новыми силами бросаются в бой. Ща будет. Ща все будет, ребята. Даже заставочка маленькая. Конечно, не хватает в игре заставочек. Если бы здесь были какие-то заставочки в стиле Хаус Гейта, мне кажется, игра бы комьюнити воспринималась вообще супер. Она и так очень популярна. Спор нет. Игра хорошая, классная, мне нравится. Но вот не хватает какого-то визуала. В плане визуала слабовато. Получается. Так, агролех у нас тут. Что мы по нему знаем? Пока ничего не знаем. Мы видим, что у него тут есть спутники. Войн некронов, это хлам. Войн некронов, это хлам. Кто-то еще? Или пока все? Пока у него партия максимально примитивная. Я думаю, она будет расширяться. Вот отсюда будут выходить какие-то ребята. Но, честно говоря, я думаю, что нам будет иметь смысл с ним побыстрее начать драться. Забегаем в центр. Раскидываем каких-то вот этих вот ребят по бокам. Они отвлекают стрелков, а наша партия из трех героев, которые достаточно боевые уже. Буквально в пару ходов могут его развалить. Только давайте смотреть, что у нас по порядку. У них абсолютно не аркопы параметры, поэтому, конечно, немножко хуже. Ну, они ходят так. Вот в таком порядке. Поэтому ставим вот так. Агролех первый ход просто подходит. Соответственно, мы в начале второго хода выставим здесь бойцов где-то рядышком. И должно быть хорошо. То есть стрелки сейчас не подходят. Мы доберемся до босса и должно быть просто супер. Поэтому начинаем бой. Я тысячу лет выучил из густоту. Я сражался в небеса. Чем можно испугать такого, как я? Согласен. Так, Саван Кошмаров. Еще музыка самая классная. Мне вот очень нравится эта мелодия. Прям реально по кайфу. Просто по кайфу. Так, давайте думать. Это у нас магас. Это который, я честно говоря, уже когда их много, у них у каждого своя функция, я немножечко начинаю путаться. Потому что они прям реально функциональны, каждые по-своему. Давайте думать. Что парнем мы пока знаем? Пока ничего не знаем. У нас есть какая-то пушка, которая разведывает его параметры. Эта пушка находится у другого героя, вот у этого. Поэтому мы разведываем параметры позже. Или. Или можно пожертвовать одним поинтом, чтобы все-таки понять, что он из себя представляет сейчас. Давайте пробуем. У него защита от физики. Двигается он достаточно далеко. То есть, соответственно, надеяться на то, что он у нас не коснет, достаточно опрометчиво. Ставим, остановимся в эту позицию. Включаем удешевление первого выстрела. Сразу же даем ему плюху хорошую. Можно даже усиленную. Учитывая, что сейчас можно себе позволить, почему нет. Даем плюху 8-10. Дебаточка неплохо, достойно достаточно. Можно сверху пробивающую тычку. У него уже нету порядка 15% жизни. Физикой бить нет смысла, хиляться нет смысла. Я думаю, есть смысл спрятаться за колонну вот здесь. Будет неплохой ход, хиляться и это все не нужно. Эта штука как работает. Можно у юнита, который рядышком стоит, сворвать поинт, который в нем заложен изначально. То есть, соответственно, это неплохая штука, но в целом не так полезно. Не так она полезна. Вот эту вот перку, которая позволяет пробивать любую броню, мы используем позже, потому что пока что не целесообразно выходит. На один ход можно увеличить урон физикой, но я думаю, это опять же используем в следующий ход. Первый ход у нас будет такой разогревочный, скажем так. У нас все эти тычки особо нам ничего не позволят сделать. Целесообразно будет сворвать ОП-шку. В целом можно даже этого героя поставить под удар. Но я бы сказал, что, наверное, большого смысла в этом нету. Можно просто пока срятаться за колонну. Где-то вот так вот. Просто хочу вот так поставить героев сейчас, чтобы они могли, во-первых, не выпасть под удар. У него, я помню, ауешная атака была в начале. И, во-вторых, я мог сейчас выставить бойцов. Максимально эффективно. Это далеко бегает, поэтому для него не проблема, он будет побежать в случае чего. Все, вот такой вот первый ход. Так, что у этого героя? У этого героя есть по-хорошей окрутой тычка достаточно. Можно ее еще усилить. Это будет иметь смысл сделать. Нам столько поинтов не нужно, сколько у нас есть, по сути. Подойдем поближе. Рудов не обнаружен физику. Ну, это нам пригодится немножко позже. Физика сейчас не актуальна. Даем вот такую плюху. Десятка. Тьфу. Слушайте. Ну, это, конечно, очень повезло. У него там рейндж от 1 до 8 на усилении от 3 до 10 выходит. То есть, по максимуму дали. Это прям очень хорошо. Здесь остаемся в этой позиции. Ну, наверное, не должен цепануть, я так полагаю. И в целом, первый ход закончен. Смотрим, что у нас новый раунд. Предвещает нам смерть у указателя. Неприятный противник. Очень неприятный. Нам считают право расставить бойцов. Ставим сервитора в эту сторону, потому что ему нужно будет отвлечь на себя этого врага. Что касается альфа-скитария, то я думаю, что мы поставим его в эту сторону, потому что он привяжется к этому стрелку. А егеря можно поставить где-то, где-то, где-то тоже здесь. В целом, он не помешает. А, только понтарь не пытает. Ну, ладно, тогда все, достаточно. Так. Так, так, так. Тут уже можно бежать. На самом деле, враг не настаёт, поэтому смысла прям бежать сейчас нету. Но лучше просто отваживаем ход. Здесь, откладываем точнее, здесь тоже откладываем ход. А, он, блин, он достаёт. Честно говоря, думал, может не достанет. Ну, в глобальном плане это абсолютно ничего не меняет. Как измеливаются эти гнусные твари выступать против адмиралового пустоты, который служит Шаригону? Непонятно. Смелые мы, конечно, смелые очень. Теперь он будет защитой от другой стихии. Четыре урона. Четыре урона терпимого вполне. Этот у нас фазовый сдвиг. Это, который у нас телепортируется. И он накидывает этот режим Овервотча. А где он вообще стал? Это я его даже не могу на карте обнаружить. А вот он. Конечно, он самый... Вот это. Это мне, наверное, очень повезло. Потому что они обычно телепортируются достаточно адекватно. Так, воруем АПшку с этого парня. В целом, какой смысл от того, что мы это сделали? Мы сейчас делаем следующие манипуляции. У него сейчас защита от электрики. Энерго. Энерго урона. Даем он даже штуку. Следующие 6 атак пробивают любую броню. Просто мы сейчас нанесем все энергоатаки, которые есть. Или как это работает? Вот, пробивают. Слушайте, он пробивает. Нормально. Потому что он, видимо, не показывает, как надо. Не показывает, как надо. 32. 32 койта. Мы, в принципе, с этого хода можем... Можем его и убить, наверное. Сможем, блин. Просто я боюсь оставаться в агрессивной позиции. Но по-хорошему мы должны. Сколько у нас энергооружия еще есть? В целом, у этого энергооружия еще хорошее. В остальном нам не столь важно, будет это энерго или не будет. Что, я им плюху. На 5 еще прошел. Слушайте, так это вообще по-королевски. Просто по-королевски. Отходим подальше, чтобы можно было избежать какой-то массовой плюхи. Даем хильчик сюда. Еще хил на 4 зашел. Ну, слушайте, пока прокает вообще супер. Просто вот, как будто, как по массу. Тычку не даем, просто потому, что она будет игнорировать... Ну, короче, она использует перочку, которая не работает сейчас. Так, вот она. 4 атаки следующие пробивают еще. Соответственно, здесь мы можем, в принципе, нанести урон энергии. А можем использовать эту штуку. Штуку, конечно, на этот санг. Санг ужасен. И даем, начинаем раздавать плюхи. Мне кажется, что я пришел сюда достаточно на позднем этапе, потому что чувствуется, что босс отлетает на ура. То есть, ну, вообще на ура отлетает. Соответственно, явно... Я не должен его так разваливать активно. Я немножко затянул, видимо, с приходом к этому боссу. Ну, с другой стороны. Сколько там еще тычек у нас? 2 тычки. Даем 9 АП. Ну, они, по сути, даже походить не успеют. Не знаю, что будет, если я убью босса. Но если я убью его сейчас с этого ухода, а я явно его убиваю, то, конечно, будет просто супер. Сможно даже пойти и встать сразу же пристроиться к этому врагу. На случай, если нужно будет его убивать после этого. Следующий герой добивает. По-хорошему. Здесь воруем еще АПшку. Очень классная штука, на самом деле. Потому что она дает АПшку здесь и сейчас. Местами этого не хватает очень сильно. Так, вот. У меня еще столько... Одна тычка пробивает любую броню. Соответственно, можно дать ему такую плюху. Если повезет, даже убьем его. Убили. Так, будет ли еще? Воу! Да, сложный бы босс. Сложный. Ладно, на самом деле я к нему пришел просто очень поздно. Судя по всему, я думаю, следующее будет сложнее. Намного. Но Агролех отлетел на уран. Так, падает в языках пламени, рассыпая искры. Его останки начинают постепенно телепортироваться из гробниц, неодолго обнажая сложные механизмы под оболочкой Адмирала Пуста. Наконец, последний поток данных исчезает, оставляя в ноосфере отзвук смерти Агролеха. Состояние цели изменено. Охота окончена. Адмирал Пустоты пал. Микроны на силе теми были остались без командира флота. Добыча высажена, заградана и уничтожена. Выгодно на открытой местности убито. Эффективность охоты 84%. Зарегистрирована для анализа в будущем. Скитарьи в гробницах Агролеха сообщают об ослаблении координации действий между ложившими конструкторами. Деятельность по консолидации не в компетенции первого герметикона. Обретение главной цели еще впереди. Нас ждет новый зверь. Нас ждет новая охота. Еще много новых охот нас ждет, но факт в том, что мы победили босса. И я надеюсь, что за это мне еще насыпят поинтов. Я никого не потерял, вернул немало поинтов. За него нам дали всего соточку. Скромный Агролех, конечно, на уровне порядка... Сколько там? 7 дают за этого, свежевателя. То есть, соответственно, Агролех у нас как... Сколько там? 7? 4? Как 15 свежевателей, по сути. 14-15. Что мы получили? Получили вот такую пушку. Разрушает награброню. Всех бойцов прямой линии. Ну, кстати, выглядит достаточно мощно. Это хорошая пушка для моего этого бойца. Который стрелок, который у нас фармит поинты. Урон в следующей атаке увеличивается на 2. Такое уже, говорю, и было. И герзь китаре усиленный. Ну, короче говоря, неплохо. Урон в следующей атаке увеличен на 4. Это можно скомбинировать все, что с этим. С пробиванием любой брони. Можно так за пару ходов нанести прям кучу плюшек. Мы только что внесли 60 жизней за практически 1 код. Неплохо. Неплохо. Давайте смотреть. У нас 500 поинтов. Это означает, что мы можем сейчас довести наконец до ума нашего... Не этого героя. Этого героя до ума я уже, в принципе, довел. Дальше я его еще буду полировать. Но это уже отдельная история. Здесь можем дойти до сюда. Не хватает, к сожалению. Максимум ОЗ увеличить можно. Ну, не знаю. Не хочется на эту миссию. Если это босс, то хочется что-то более важное взять. Поэтому давайте возьмем, наверное... Вот здесь последний навык техноправиться. Потому что эта перка, это просто имбища. Все. Теперь у него есть супер навык. Ко всему этому мы добавим вот этому герою новую пушку. Да, вот меняем этому герою. Потому что у него был бастер по одной цели 6-8. А теперь у нас будет вот такая пушка 5-7. Пробивание брони. Бьет по прямой линии. И, ну, в общем, это очень хорошее оружие. Мне кажется, просто супер. Вот. У нас в целом мы использовали большую часть поинтов. Все остальные у меня уже... У меня все 10 ранга, слушайте, неплохо. Ну, по-хорошему, сейчас можно было бы пойти на миссию. Вот сюда пойти, взять себе этих на жреца. Но я хочу показать вам сегодня еще одного босса. И завтра, когда выходит это видео, я пойду выполнять бонусные миссии. Чтобы уже в следующий выпуск вышел там, ну, хотя бы вторник-среда. Чтобы вы чувствовали, что я стараюсь. Просто реально не получалось на этой неделе. Что ж. У нас следующий босс это Экропис. Экропис, возможно. Ну, я думаю, Экропис. В скитаре обнаружили сакрафак Экрописа. В его гробнице 1-й герметикон Каприса. Пророчит отправить когорту на опасное здание по уничтожению лорда Экрописа. Да, конечно, тексты отписали, мне кажется, так чисто. Ну, нужно придумать 3 гениальные фразы про гробницу Экрописа. И такие, ну, поехали. О, дуговое ружье усиленное. Круто. Что я скажу? Партия та же, плюс-минус, по бойцам. Точно этот сервитор 1. Честно говоря, учитывая мощность моих героев, сейчас им нужнее всего это поинты. Поэтому можно даже 2-го сервитора заиграть. И, ну, я не знаю, что тут нас ждет. Вводит из строя основное оружие цель на один ход. Собирает информацию. Давайте вот этого возьмем, потому что, может быть, поможет нам собрать инфу. Ну, ладно, тогда вместо сервитора возьмем себе еще вот этого парня. Честно говоря, как-то я пока вот этих сикарцев не вижу особого смысла большого. Пробивание брони круто с одной стороны, а с другой стороны у других эсперти поинтереснее. Тут, конечно, спорно, если честно, потому что пробивание любой брони это тоже круто. За каждую атаку в этом ходу увеличивает шанс крита. Ладно, ладно, согласен. Давайте попробуем его. Такое быстрая смена решений. Здесь пока играем так же самое. Мне кажется, это лучшая раскладочка. Возможно, появится что-то еще более сильное, но пока мощно. На внутренние кредитаторы технорежисов добавлены процессы автоматической отчетности. Важны данные по приоритетным целям. Надеюсь, мы не столкнемся ни с какими приоритетными целями. Опыт подсказывает мне, что бы не представляли собой эти ксианасы, они не обрадуются, что мы вторглись в их развалины. Мы должны быть готовы к неожиданностям, поэтому я и взял на себя это задание первого генетикона Каптрису. Если здесь еще есть форма жизни ксианасов, вероятно, их уничтожение станет нашей главной задачей. Узнай добычу, найди добычу, и тогда начнется охота. Скитарьи обнаружили в гробнице Акрописа местонахождение приоритетной цели. Они нашли Акрописа. Подтвердите местонахождение Сакарфака Акрописов. Ну и диалоги, блин. Весело. Местами прикольные, спору нет. Но местами, конечно, очень странно читается. Я испытываю нетерпение, а также озабоченность этой новостью. Возможность сразиться с Крописом очень ценна, но связана с немалым риском. Анализ объекта показывает развитые боевые способности и приспособленность к окружающей среде. Вооружение ксеноса и уровень протокола пробуждения неизвестны. Как говорят магасы, пикуни ам, большой риск, большая награда. Также говорят и ставочники, и покерщики, и все, кто проигрывает деньги и потом оказывается ни с чем. Поэтому большой риск обычно ничего хорошего не сулит, если честно. Кроме случая, если мы играем в игру ни на что, просто ради удовольствия, тогда можно заниматься теми вещами, которые я обычно делаю в играх, когда записываю ролики особенно. Мои скитари удерживают периметр вокруг зала с Акрофагом, но они долго не продержатся. Протоколы пробуждения в гробнице Акрописа ускоряются. Приятно, что объект в сознании. Я, соответственно, изменил параметры операции. Непосредственное столкновение с Акрописом чрезвычайно опасно, особенно Минус. Но я соглашусь с мнением первого Герметикона. Уничтожение лорда Акрописа стоит того, чтобы пойти на этот риск. Прекрасно магасы, если у нас получится, наши потери в гробнице Акрописа будут не напрасны. Седвайте коней, точите копья. Охота начинается. Так, у нас, я так понимаю... Ой, карта еще больше стала, по-моему. Или плюс-минус такая же. Ну, может, немножечко больше. Что ж, начинаем наше шествие. Интересно, будет ли здесь вторая битва, потому что, честно говоря, карта прям очень большая. Слава и питают ненависть к тому, чего не ведают. Ибо ведают они, что оно создано сильными. В коридорах из зала гробницы Акрописа слышится синтезированный голос. Речь передается напрямую в коммуникаторы всех находящихся в гробнице воинов. Ответить? Молитва на всю гробницу, мне кажется, транслировать неплохая идея. Давайте пробуем. Ну, я чувствовал, что это рис, конечно. Но я думал про то, что, может быть, это уменьшить инициативу Некронов из-за того, что мы будем молитву тоже транслировать. Но обычно в игре это выглядит так. Сделай, что громкое. Все, все плохо. Так, каждый транслирует на всю гробницу. Она едко осуждает врагов, посмевших оскорбить слух истинных сыновей Марса своими святотастами. Эта проповедь пробуждает всех оставшихся Некронов. Ну, понятно. Да. Так задуматься, вот почти любой выбор, который делаешь в этой игре, он можно трактовать по-разному. Это знаете, как вот человек, который хочет задать вопрос и... хочет, как бы, добиться своего и опустить кого-то, то он всегда может найти реплику, чтобы это сделать. И вот здесь так же самое. Ты выбираешь вариант, там оно влияет хорошо. Тут оно влияет плохо. Хаотично. Ну, в целом это хорошо, потому что процесс прохождения каждой миссии ощущается более живо. Благоопротивная модель галактики Акрописа. Мага, сбередитесь. Вероятность обнаружения святотастных данных стремится к 100%. Неосферу Громиница Акрописа захлёстывает потоки астрономических данных. Объем информации настолько грандиозен, что увидеть ее смысл могут только галитаторы цеста Металикан. Так, нам нужно или отрицать, или испортить ее точно. Да, давайте отрицать. О, вот, наконец-то. Очищаем. Но сферу отданное, благодаря этому, информационное поле временно опустошается. Хорошо. Побежали дальше. У нас тут символы. Двоечка. Я думаю, тут пятерка будет по итогу. Тут у нас на выбор или очки познания, или уменьшение инициативы врагов. И я, честно говоря, думаю, как для босса, инициативу ухудшить будет очень уместно, потому что у них будет совсем низкая инициатива. У них не будет шанса вообще контролировать битву. По сути, она полностью будет моя. У них уже два понижения, это круто. Еще одна ящейка без ничего. То есть, соответственно, мы к четверочке попадаем к боссу по-хорошему. Тут еще два события впереди. Так, вот эта вот ящейка точно отвечает за очки познания. Я думаю, стоит ли их брать? Да, давайте возьмем себе черный камень. Да, не очки познания, в смысле черный камень нам дает. Парочку я уже запомнил. Ну, конечно, это если бы я этим не пользовался своим мини-гайдиком, скриншотом, я бы, наверное, зарисовывал все, потому что запомнить сложновато. Они очень похожи, некоторые символы. В этом зале стоит несколько пустых сакрафагов. Судя по следам, в некоторых из них произошел сбой. И они загорелись или взорвались в ходе пробуждения. Разрушенные некроны телепортировались, но порожденное устройство можно изучить. Разбить. Разграбить. Посмотреть. Давайте разобьем. Из трубы под высоким давлением начинает хлистать едкая жидкость, которая, к тому же, оказывается огнеопасной. Она загорается от случайной искры, и зал заливается огнем. Саркофаги уничтожены, но когорта покидает зал с ожогами и сопутствующими травмами. Но это отразилось только на одном герое, поэтому я бы сказал, что это легкий испуг. Главное, что не уровень пробуждения и не массовый урон по всем героям. Это года более страшно. Зря мы сюда пришли. Это не наш мир. Он принадлежит вордам некронов. Скоро они покорят и остальные миры. У нас есть только один долг подчиниться им. Когда он так начинает нас демонтизировать. Хорошо. Прямое сообщение от этих сеносов. Какая редкость. Это одновременно волнует и тревожит. Магас, мы можем узнать из столька нового. Но следует быть чрезвычайно осторожными. Переломный шепот расползается по аноосфере, заражая каждого, кто с ней соединен. Он засоряет разум, навязчивая мыслью, которая преследует себе в гробнице Акрописа. Искупить. Наказать себя за прошедшие в голову мысли. Не. Выступить. Анализировать. Наверное, анализировать хорошо на перспективу. Выступить неплохо, чтобы как-то нивелировать эффект. Давайте попробуем выступить. Еще немножко нас коснули. Ну, честно говоря, наказать себя, это, мне кажется, самый странный вариант. Но, возможно, он и здравый, непонятно. Горда решается, вы можете обменивать сообщениями из-за перегрузки канала в связи. Главное, что мы заглушили эту... Эту мысль от Акрописа. И вот мы добрались уже до него. Вот он, саркофаг Акрописа. Похоже, владелец спит и видит себя центром вселенной. Я говорил вам, предупреждал вас. Это наш мир. Это наш галактика. Но вы не слушаете. Слабые не сведущие. Ибо они страшат сознания сильных. Ты уже это говорил. У него одна отстатка на всесущее жизни. Троны Марса. Что это было? Вы знаете, что это. Всегда знали. Думали, это не случится? Вы еще бытие война. Что больше проще расстрашиться мира. Вы думали, что сможете уничтожить нас без борьбы? Подтверждаю цель будущего. Пробуждение завершено. Код Венатар. Уничтожьте важную цель с особой жестокостью. Впереди виден большой изукрашенный саркофаг. Вокруг него, как заведенные движутся по своим орбитам звезды и планеты. Ничего ждать, пока он восстанет. Приготовиться. Молиться. Ну, не знаю. Мне кажется, нужно атаковать. Мне почему-то вот в случае с боссами обычно мысль быстрой атаки, она хорошая. Потому что ты выиграешь время. Или позицию он какую-то. Ну, на деле так происходит. То есть, если мы атакуем, то для меня логично, что нужно застать противника врасплох, по сути. Ну, это в основном так работает. У меня так получается. Когорд открывает по саркофагу шквальный огонь и всего орудия. Из пробоя на обшивке вырывается жесткое излучение, которое принизывает зал Когорд. У бойцы слабнуть от полученной дозы радиации. Отравление радиации дает себе знать как раз тогда, когда саркофаг открывается, являя Когорд и лордой акрописом. Ну, короче говоря. У нас мало АУП. У нас походственные герои. Из плохого. Из хорошего то, что у врагов очень сильно срезана инициатива. Ух ты, какой красавчик. Наверное, на обложку пойдет. Ну, хоть такие заставки есть уже неплохо. Я уже вижу источники ОП. Странно, никаких записей данных. На каждую разновидность некрона существовал небольшой файл с данными. Это возможность внести изменения. Имя некрона, структура каталога. Знала о некронах еще до того, как стала изучать их в ходе этого здания? Да. Хм. Я уверен, что в писании о колючей шестерне говорится. Берегитесь тех, кому интересно. Боюсь, что я на шаг приблизилась кереси с СВО. Это не есть. Моя цель изучить своего врага, чтобы иметь возможность помочь с вводением здания. Я согласен. Изучив Ксеносов, мы сможем лучше сражаться с ними. Если мы станем цепляться со своей традицией, то можем проиграть из-за неостатка знаний. Дадим имя новому Ксеносу. Имя будет... Варгард. На имперской готике. Ну, по аналогии, я так понимаю, если мы убиваем босса, то мы выигрываем. Варгов, я так понимаю, будет очень много. Варгарды, судя по виду, очень сильно будут драться в рукопашку. У нас есть возможность забежать к нему на платформу и... А, у них тоже там есть забег. Так что это не выход. Ну, что я вижу по этому полю. Мы ходим первее всех, то есть мы можем, в принципе, занять неплохую позицию. У нас нету АПшки, нужно будет сразу же заливать. Будем играть так, потому что у нас позиция плюсовая. Бить этих героев сейчас нет смысла. Поэтому начинаем бой. У нас 0. Так вот, начинаем сразу же по агрессии. Здесь заберем поинты. Ну, просто, чтобы понять вообще, чем его стоит бить. 60 жизнестного, атаки. Выглядит не очень сложно. По... Параметрам. Что мы сейчас подойдем... Это оружие что-нибудь такое дальнее. А, имеется в виду, что нет на него поинтов. Окей. Подбираемся, чтобы дать хорошую помощь. Хорошую тычку. Какой из всех бойцов при подминии. А, вот оно как. Интересно, долго ли это будет работать так? Ну, повезло, что я не использовал усиление в таком случае. Что ж, тогда. Пробуем давать УПшку. В таком случае нужно заминусировать парочку этих ребят, а потом уже заниматься боссом. В целом, не худший вариант, а будет его сразу же немножечко пробить. Посмотрим, что будет, если мы будем бить этих ребят. Урун они себе по всему получают. Можно пойти в агрессию. Причем мы нет. Сворать. Бывать УПшку отсюда. Пока мы не знаем, что она себе представляет. Но мы можем, по сути, дать усиленную плюху. Нам нужны эти поинты на остальных героев. Поэтому пока не спешим. Пока знак вопроса. Ну, здесь я не вижу смысла что-либо другое делать. Конечно, можно захиляться. Но захиляем лучше этим героем. У него гарантированное 3 ОП. Или хил посильнее. Так что пока заканчиваем ход. Что ж, у этого героя. У него есть хорошая плюха. Вот такая вот дальняя. С ровным по области. Есть массовые хилы. Хил на одного. Наша цель подобраться поближе, чтобы дать эту плюху. Вот с этой ячейки мы ее дадим. На самом деле, можно было бы даже пройти вот сюда, дать плюху по двоим. Выстрел. Но не уверен, что нам хватит дальности. Поэтому давайте не будем пока искать вас судьбу. Другая. Товторже выстрелить. Так, ауешная дуга. Ладно, я уже не хочу, если честно. Традите поинты на изучение этого. Потому что я уже начал максимально убивать. Понимаю, что это не лучшая идея. Прямо скажем. Ну, что поделать. Пробуем заиграть. По той схеме, которую я придумал. То есть, в чем суть? Этот герой достаточно живучий. Мы, чтобы гарантировать ему выживание, дадим ему 3 ОПшки. Точнее, 3 ОЗ. Тогда его не догонят сейчас. Этот герой остается в этой ячейке. Всех хилять пока не актуально. Рано. Очень все хиловые. Тут мы дохилялись тем более пассивкой. Кстати говоря, я докачал пассивку. Теперь дохиляется каждый ход. Здесь нужно выходить и убивать врага. Очень было бы хорошо. У нас мало ОПшки. Если мы побежим дальше, мы, по сути, потратим почти все. Но первый ход нам не нужно тратить. Вторую перку на ОП. Поэтому пока идем просто сюда. Я согласен, что, наверное, не самая здравая идея избивать врага, не зная его защиты. Возможно, у него защита от физики. Поэтому это все не самая лучшая идея. Но, в целом, с усилением мы, возможно, его пробьем сейчас. Если кританет. Думаю, ОПшку забрали. До этого ОПшки не набегаем просто-напросто. Не ломает. Стоит ли, стоит ли, стоит ли, стоит ли. Думаю, стоит. Попробуем. Конечно, немножко авантюрно спускать все ОП на не босса. Точнее, ну да, на не босса. Но, в конечном счете, мне кажется, это подает себя. То есть мы сейчас идем вот в эту ячейку просто-напросто. Мы еще не пробить. Можем не пробить. Риск. 3-4, 3-4, 3-4. 3, хорошо. Все, он упал. То есть мы с него еще ОПшку получим неплохо. Здесь. Пока остаемся в этой ячейке. Можно еще кильнуться. Двойка нормально. Ну, как бы там меньше не могу быть, но пойдет. Я тут понимаю, медленно. То есть, по сути, вся задумка в том, что нам нужно немножечко помедлить, прежде чем мы убьем самого Акрописа. Мне приходится видеть истинную форму галактики. Вас там не было. Бесконечные регионы. Вот если там появятся еще бойцы. Они, я смотрю, появляются. То, наверное, ничего хорошего нас не ждет. Мне интересно, это пассивка у врага. Она действует один раз или много раз. Так, ну, прыжка на 4, это ну, не фатально. Прямо скажем. Эти ребята начинают двигаться. Но если они не будут по одному войну не кронодобход добавлять, то такое. Ничего критичного, потому что мы сейчас можем разводочку делать. Еще разводочку. То есть, мы поставим сервитора вот куда-то. Наверное, вот сюда. А ягеря, ягеря, точнее, поставим вот сюда. И получится весьма неплохо. Больше нам пока бойцы не нужны. Здесь откладываем ход. На сути чего. Так, есть шанс ударить войну. Заодно мы узнаем, что происходит, если ты его бьешь рукопашку. Ну, вот сейчас защита от физики, поэтому даже не знаю, стоит ли. Будет атака по возможности, поэтому, по сути, сейчас, наверное, лучший ход этого героя. Или откладывать его, или хиляться. Ну, ведь с хилом повезло, поэтому, возможно, это была хорошая идея. Здесь мы пока просто на холдинг. По сути. По сути, по сути. Так, здесь можно все хильнуть от героя. Можно атакую плюху дать в целом. Сразу же мы 2-х спирим. Ну, точнее, как, труп положим. Он не рестится, по крайней мере, с этого хода. Что уже неплохо. Вот. У этого когайт сильный, кстати говоря. Можно этим будет воспользоваться потом. Так, мы пока избегаем вот тех позиций с той стороны. Где он у нас ходит? В самом конце. Становимся тогда в этой ячейке. Нам просто нельзя вот этот занимать, чтобы он к нам подобрался. Так, знак вопроса. Немножко подхерялись. Но эти ребята далеко достаточно. Так. Тут можно своровать ОП-шку раз. Все равно он последний ходит, поэтому в глобальном плане это неплохая идея. Подойти поближе. Своровать еще ОП-шку. Кстати говоря, у него защита, видите, вот. От не физики. Поэтому можно себе позволить его наказывать. Семь урона. Десятка. Стоит ли сейчас с него отходить? Нам эти ОП-шки пригодятся дальше. С другой стороны, кто у нас следующий ходит? Из героев. Ходит вот этот парень, я так понимаю. Ну ладно, тогда в целом ОП-шка пригодится еще. Не тратим пока. Так. Заодно хотелось бы проверить, что будет если его выстрелить после его замещения. А, он замещается бесконечно, пока у него есть эти защитники. Ладно. Блин, у этого еще и защита, а вот этого. Ну, по крайней мере, мы узнали, что его надо избивать физикой. Вводили в строй основное оружие цели на один ход. Кому мы можем вывести оружие из цели? Вот этой. Он как раз вблизи стоит, но он может... Может надевать дилу. Так, капис. Звезды покраснеют и человеческой крови. Хорошо. Кого он там добавил еще? Еще двоих. Вангард добавил. Слушай, так это сложно, но Вангарда быстрее убивать, чем... Блин, слушайте, так это может обернуться в очень сложную битву. На самом-то деле. Надеюсь, все получится. Так. У него сейчас защита от физики. У этого героя... У этого сервитора есть защита неплохая в целом. С провокацией. Имеет ли смысл? Я бы сказал, что пока нет. Возможно, он не успеет ее использовать по-другому. Но поградим. Так, этот сикарец. С физикой он нам понадобится здесь, чтобы избивать этого парня. Тут сервитора можно дать плюху. Надо, короче, ускоряться, выходит, чтобы все сделать по красоте. Здесь остаемся. Здесь будет один выстрел, но... А, он даже не достался, слушайте, вообще хороша. Так, вот здесь нам надо ворвать УП-шку. Нужно ускориться, тогда мы потом сможем этого героя достаточно быстро убить. Сможем взорвать эту УП-шечку. Физика по нему хорошо проходит. Интересно, у него основное оружие отключено. Нанесет ли мне тычку, если я отбегу или нет? Вот это вопрос хороший. Но... Стоит ли проверять, непонятно. Но вот если отходить сюда, то, наверное, стоит того. Три урона прошли такие. Ну... Ладно, это не столь критично. У нас там есть хил по всем. Так что, на самом деле, вопрос хила, это такое дело. Вот то, что здесь есть атака. Причем можно по двоим сразу же навести. Энерго, правда, большого смысла не имеет, по сути. Один урона достаточно. Пусть... Пусть... Четверочка. Четверочка. Так, тут физикой можно этого сразу же и добить. По сути. Кого мы еще не опознали из важных. Вот этого можно опознать, узнать, что он вообще не себе представляет. Но пока не будем. Пока он там занятся ритором, нам не столь это интересно. Так, тут прошла тройка. Можно дать кому-то хил хороший. Но пока особо некому. Восстанавливать три УЗ. Можно этому кинуть, на самом деле. Видите, когда у нас этот герой покачался уже, то выходит, что битвы можно проводить более задержные. Пробуждение, конечно, растет. Но, с другой стороны, получается весьма неплохо в отношении... В отношении того, что носится хороший урон. Вот, хорошая тычка. Только, по-моему, тоже коснят. Стоит ли давать такую плюху? Надо отойти вот сюда, тогда получится хорошо. Ну, вот так пойдет. Еще и с критом. Слушайте, урон проходит. Вот он, то есть один раз заход телепортируется. В таком случае можно этим пользоваться. Можно этим очень даже пользоваться. Этого героя отводим подальше, чтобы тот стрелок вообще не достал. Останавливаемся вот здесь. Дохиливается потихоньку. Тут у этого парня сразу же забираем на себя. А здесь в целом пробитие брони пойдет хорошо. Он потихонечку его развалит. Они там один на один сойдутся. Как раз. В ходе К2 подерутся между собой. И дальше будет нормально. От этого надо бы, конечно, минусить потихонечку. Но... Да ладно, справимся. Так, физик. В ходе физик. 4-6. Тут нет смысла. У этого защита от... От физики сейчас. То есть максимум, что можно сделать, это вот этой тычка дать вот этим оружием. Но... По сути, бессмысленно. До ума ударить не сможем. Что это, все представляют неясно. Но можем пытаться его... Вольнуть. Блин. А, повезло, кстати, за то, что это нормально. Хилочек нам не сильно нужен. Подставиться нужно под этого, потому что физику он хорошо медикирует. Хил не нужен. Акропис нам, чтобы нас бил, тоже не надо. Надо просто встать вот сюда, и этого будет достаточно. Так, здесь у нас выстрел. 2-4. Но это добивание чистое. Так, по позиции, я думаю, что будет иметь смысл стоять на краю где-нибудь. Получить здесь у нас отражает место последнего. Так будет выглядеть ваш последний миг. Бесконечный регион. И кого он тут призвал? Бессмертный. Но не бессмертный, это не так страшно. Уборожен бессмертный. База данных, загрузка. Лисак просыпается, господин. Не знаю, почему он скрыл от нас свои исследования некронов, но это наполняет мои рецепторы эмоций и ограничения. Впрочем, имена, которые он дал некронам, могут нам пригодиться. Тема бессмертный. Гораздо более живучи, чем воины. Выказывают признаки познания, которыми воины не обладают. Наблюдения за ними выявляют признаки непосредственных и прямых приказов в доказательстве некоторого познания. Знаете? Ужас. Оружие. Дизинтегрюк. Понятно. Павел поврежден. Ну, я думаю, что на этого босса в идеале было идти уже четыре бойцами. Тут немножко не хватает, мне кажется, армии, но... Мне кажется, получится справиться. Возможно, будет непросто, но... Пока динамика неплохая для меня выглядит. Тут у нас митигейшн идет хороший, поэтому в целом урон пройдет минимальный. Я хочу этому герою еще выкачать защиту какую-то, попытаться... ...какими-то путями. Так, украшка восстановилась. Сразу же забираем один поинт. К сожалению, нету сильных источников, которые позволили бы нам из ничего сейчас хорошенько выкачать. ОП-шку. Потому что ОП-шки везде по единичке всего. Здесь можно дать тычку по двоим на самом деле. Энерго. Прикольно. Прямо целиться именно этим... ...пройдем прицелом своим. У него как раз физическая защита. Мы сейчас дадим двоим плюху такую. Неплохую. Так, крит-урон неплохо. Что у нас еще есть? Бластер вот такой. Дадим плюху. Надо понемножку его клацать по-хорошему. Потому что все равно его надо как-то убить. Энерго-атаками, но при этом... ...там три защиты тут. По-хорошему надо этого героя потихоньку выводить, чтобы он кому-то накидывал с той стороны. Или пусть пока стоит вот здесь в целом. Надо просто привыкнуть к тому, что если героев много, то не обязательно всем метро нить все ОПшки. Потому что вроде как манит, но на деле это не самая лучшая идея зачастую. Подходим сюда, даем двоиху. Было бы очень хорошо. Желательно еще усилить ее, потому что мы не так часто его бьем. Раз получается по нему выстрелить, то это будет очень хорошо. Просто следующей телепортацией, по сути, мы его стреляем, он меняется вот, например, сюда или сюда. И мы его начинаем плотно наваливать. Единственное, что я все ОПшки уже потратил. Это не самый лучший ход был с моей стороны, ну да ладно. Главное, что эти все ребята уже потихонечку умирают. По моим прогнозам, через три хода мы должны убить его. Плюс-минус. Конечно, проверим. Тут метигейшн хороший, то есть абсолютно не страшно. В плане урона героям моим, я не вижу какой-то серьезной угрозы пока что, абсолютно. Можно физику усилить. Что мы с того получим, можно забрать с него ОП. У нас две блюхи есть. Это бесплатно, кстати говоря. Раз бесплатно, надо бить. Так, убили этого ОПшка, забрали. Отходим на один шаг. Сколько он возрождается, один ход? Мы сейчас его добьем сразу. Тут пятерка, хиляться нет смысла. Подходить тоже особо нет смысла. Нам было бы неплохо здесь прорваться как-то вот на ту сторону, потому что видите, какая ситуация у нас. Он стоит с той стороны, и он здесь будет заблокирован героем. Что не очень хорошо. Сбегаем за ОПшка. Конечно, то, что герой пробегает атаки по возможностям, мне кажется, это им бича. То есть, вот серьезно. Наверное, лучшее мое решение в игре, которое было. Здесь пока не тратим ОПшки, потому что они ему просто-напросто понадобятся. Не испытываем судьбу. Здесь, конечно, можно было показать босса, что неплохая идея. Но нам главное, чтобы они не рессались, потому что ресс этого Чублика, это слишком большие потери для меня. Вводит основное оружие цели из действия. Давайте пробуем на вот этого Стрелка, чтобы он не шалил. Так, хорошо, вывели из строя оружие. То есть, соответственно, он свою функцию сделал. Уклонение, супер. Это не достойно даже исследования. Кого там? Главное, чтобы не этих, которые его сейвят. Воины Некрона вообще не страшно. Они там, ну, потыкают меня немножко. Они очень медленно двигаются. Их можно рассмонсить вообще-то просто. Так, тут он срезал одного. Неприятно, конечно. Но из хорошего они стоят вообще рядом. По сути, он, если поменяется с ним местами, то он получит урон. Так, формим вот этот пет, тут подходит фраг. Тут хорошо то, что получится сейчас подойти другим героям. Здесь, я думаю, мы встанем вот сюда. С той простой целью, чтобы нанести вот такую плюху по двоим. Конечно, у заднего защита. Но если использовать усиление, в целом получается неплохо. Еще и броню ему порежет. Not bad. Not bad, очень даже. 44 жизни осталось. Ну, что нам нужно? Нам нужно собрать УПшки. В целом, на этом ходу мы очень много должны сделать по нему урона. Несно, жалко, что мой физик ходит поздно так. Это не очень хорошо. Следующий ходит этот герой. У него нету... Стоп, это кто у нас сейчас ходит? Это у нас ходит... Я пока путаю с этим героем. Это ходит стрелок. У этого нету фарма ОП. То есть, соответственно, не получится воспользоваться если я здесь потрачу поинты. Так что лучше так вот. Чтобы было 2 ОП, потому что это важно. Тут есть тычка вот этой вот... с кранической атакой. Ну, скажем, урон не самый мощный, но... Ладно, не самый мощный. 8. Пойдет. Очень даже пойдет. Так. С этими, конечно, АУЕшными атаками можно было уже включать себе этот скилл, который позволяет пробивать 6 атак без метигейшна. Тогда бы этот сразу умер, по сути, с этого хода. Что, возможно, я не очень хорошо сыграл в этот раз. Возможно, не очень хорошо сыграл. Так, что по воргам? Мы уже все просветили. Нам пока что нет смысла тогда это делать. Нам было бы хорошо ему дать духом машины вот туда, плюху. Вот такую. И плохой урон нанести, по сути. А еще можно, знаете, что можно и заиграть этот гимн. Считывая, что мы его, по сути, убьем в следующих 6. Я так точно? Мне кажется. Тогда бьем вот так. Восьмерочка, хорошо. Подходим сюда, воруем. А, воровство не работает сейчас. Тогда ничего не воруем. Так, там у нас 2-4 того не стоит. Но он же все равно будет действовать. И, соответственно, имеет смысл кого-то сейчас стрельнуть. Давайте стрельнем. Тут желательно этого стрелка поставить под удар. О, это ауи атака будет. Или нет. Ладно, это очень терпимо. Можно будет массовый хил дать. Уже с этого хода. И отмечу на небесной карте эту точку. Отсюда начнется наше ваше истребление. Вот моя ошибка, что я все упа потратил рано. Если бы не потратил, все было бы лучше. Воин анекронов. Но это не критично. 3 урона. Сейчас ходит один стрелок снизу. Самый ужасный сейчас его добьют. А могут. Ух, уклонение. Хорошо. Массовый хил сейчас заиграем в следующем. То есть нам главное ему 1 АП оставить. Или или не так. Так, что у нас тут за тычки? Тут у нас атака по прямой линии. Мы особо на это не соберем нигде. Подходить не хочу. Подходить не сильно хочу, если честно. Сакуфируемся на АПшке. Этого героя отсюда уводим, потому что у него есть, честно, не самые лучшие параметры для приема урона в себя. Даем выстрел сюда. Правда, это мои тратятся эти атаки. Ну ладно, 3 атаки в принципе нормально. Так, АПшку фармим. Но если он сейчас впитывает атаку полную, можно было бы, конечно, подойти вот сюда. Но это, блин, 2 поинта потратим. Это слишком много. Это слишком много. Не, нельзя такого позволять. Даем массовый хил. Силу за всем жрецам восполняем. Хорошо. Теперь дуговая атака она пройдет полностью. Становимся в эту позицию. Вот, хорошо. Четверочка. Здесь заканчиваем вход. Вот, в принципе, мы должны почти закончить сейчас. Практически. 20 жизней у него в целом мы практически сможем. Эта тычка пробьет его защиту. Можно с него своровать еще ОПшку. Из хорошего то, что мы сейчас можем еще подворовать вот здесь ОПшку. Что я в прошлый ход сэкономил, это, конечно, помогает очень сильно. Тут нам нужна простая плюха. Поменялось, но не критично. Еще одна атака пробивает броню, то есть мы сейчас этим воспользуемся и просто-напросто даем вот эту дочку по нему. Так, достойно получилось. Теперь остается что, по сути? Что нам остается здесь? Здесь можно просто поставиться этим героем, потому что он впитает в себя урон, они физикой бьют, это не страшно. Ему хватит жизни на то, чтобы пережить. Тут инициировать не стоит. Вывести из строя основное оружие агролеху не помешает. Точнее, акрепису. Он уклонился или он принял это в себя? Нормально. Если он сейчас не призывает ее помощника такого же, то мы должны убивать его с этого года. Звезды не помнят моей смерти, смерти этого не было. Видите, ставки увеличиваются, потому что все враги уже подбираются и, соответственно, скоро начнут карать. стрелять каждый ход. Пока что они так с натяжкой стреляют. Что тут за атака есть? Всех бойцов по прямой линии. Вот это хорошая очень штука сейчас пойдет. Удешевляем. Блин, тут, конечно, вот так вот стать. Надеюсь, получится попасть подвоем. Да, нормально. это вообще Павел, слушайте, так у него сколько осталось жизни этого окреписа этого? Девять? Он сейчас умирает, по сути. Здесь нам нужны поинты оставить. Вангард встанет быстрее, уходит, что он его один, это он встанет практически сразу же. Когда нужно его добить, сразу выходит. Чтобы гарантировать себе, что сейчас не будет эксессов. вот, и с этой ситуации можно уже просто этого героя вывести из боя, а подальше куда-то увести. Вот, и теперь вход этого героя, у нас есть ОП-шка, у нас есть усиление атаки, 8 жизней, 3-10. Пу! Достойно. Слушайте, а все герои фуловые, походу. Я доволен. Не знаю, ребят, кто вообще верил, что у меня будет получаться или нет, но пока что, по-моему, получается весьма неплохо. Я не исключаю, что дальше будет сложнее, но мне нравится, что я вошел в темп этой игры и короче, это приятно. Тяжело вооруженная боевая оболочка лорда-астронома рушится, извергая искры и пламя. Его гауссовые катушки искорежены. На мгновение кажется, что искореченный некрон истекает необработанными данными. На ноосфере мерцают сопровожения далеких чужеродных звезд, сопровождаемые миллионами лет межзвездных полетов и галактическими орбитами. После этого акрепис застывает неподвижно. Ворд-астроном сильво тенебрис уничтожен. Цель уничтожена. Скитарии сообщают об ослаблении координации в действиях некронских отрядов гробницы. Это большой духовный и тратический успех. Первый герметикон. Поздравлять само себя нелогично. Остались и другие приоритетные цели. И все же каптриса нанесли к Сианосам мощный удар. Я могу позволить себе немного праздничного настроения из своих изолированных эмоциональных хранилищ. Тебе советую то же самое. Некогда праздновать, некогда останавливаться. Эта охота никогда не закончится. Тут и не поспоришь. Что ж, давайте посмотрим, что мы получим с этой миссией в плане поинтов. И скорее всего сейчас получится докачать лекс-механика. А лекс-механик это огромный задел под миссией, где у нас будут большие источники ОП. И в целом очень крутой герой. И что мы имеем? Все герои фуловые. Эти все умерли. За босса получили соточку. В социальной панической области это конечно имбища. Это можно поставить в теории моему стрелку. Следующая атака разрушит 6 брони физической. Это крутая штука. Тоже крутая. Что ж, давайте посмотрим, что у нас по миссиям дальше. Достаточно легкие. Мы можем получить здесь авангард. Какие-то плюшечки. Ну, пока самое нужное техно-жрес. Я думаю, это за кадром пройду, потому что здесь в целом ничего такого выдающего не намечается. Альфа. О, кстати говоря, ауешная атака бесплатная. Это, кстати, очень сильно, потому что можно фармить нокнутых героев легко. Так что однозначно нужно сходить сюда вот и сюда. Я думаю, что я сделаю это за кадром. Если у вас есть какие-то пожелания, потому как мне дальше показывать, что показывать, то, пожалуйста, пишите, потому что мне кажется, что показывать все миссии уже не будет интересно. Вроде получается неплохо. Хочется, наверное, показать самое ключевое. Поэтому, ребят, пишите, пожалуйста, комментарии по этому поводу. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Мне было интересно, я кайфанул. Боссы ушли хорошо, причем получилось так именно, знаете, шахматы и в конечном счете все флоуа еще. Класс. Вот, ребят, на этом все. Надеюсь, вам понравилось. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, если еще не подписаны. Всем пока, до скорой встречи.